В прошлой серии дневников мы рассказали о прокачке. В этот раз расскажем об альфа-тестировании калибра. Тестирование игры разделяют на три этапа. Альфа, закрытое и открытое бета-тестирование. Альфа-тестирование — это проверка ключевых механик и технологий вместе с игроками. На этой стадии в сражениях впервые принимают участие сотни человек. По результатам таких тестов разработчики готовы кардинально менять механики. Закрытое бета-тестирование — это проверка полного игрового цикла и всех сервисов игры. Открытое бета — это версия калибра, в которую может поиграть любой желающий. На данном этапе происходит шлифовка игры. Во всех этих тестах игроки помогают сделать игру лучше. Для первого альфа-тестирования калибра разработчики отобрали тысячу человек. Конечно, с одной стороны, было очень приятно узнать, что такое большое количество людей, буквально десятки тысяч, хотят помочь нам разрабатывать игру. Это важно и, конечно, позитивно мотивирует. С другой стороны, нам нужно было выбрать всего одну тысячу людей из всех, кто прислал заявку. Этот выбор делался в основном на основе тех данных, которые вы оставили нам в анкетах. Это касалось и вашего игрового опыта, увлечений, которые вы указали для того, чтобы собрать как можно больше разных людей и проверить как можно больше гипотез и вскрыть как можно больше проблем, начиная с самого первого старта. Альфа-тестирование будет проходить в несколько этапов. В выходные разработчики включают серверы для игроков и собирают замечания и идеи. После выключения серверов дизайнеры и программисты разбирают проблемы и вносят правки в игру. Когда всё готово, разработчики объявляют дату следующих альфа-выходных. Альфа для нас не является каким-то маркетинговым инструментом, как сейчас это в индустрии часто происходит, когда за альфа уберутся деньги, например, игроки тестируют игру, в общем-то, не зная, по сути, что они её тестируют. Для нас это не так. Для нас альфа — это действительно тестирование. И более того, после того, как мы получили какую-то обратную связь о проблемах или, наоборот, о том, что всё хорошо, нам нужно какое-то время. Поэтому мы приняли решение делать альфа-выходные. На каждый следующий этап альфа-тестирования разработчики будут приглашать новых игроков и постепенно увеличивать нагрузку на сервер. И мы будем находиться в состоянии альфы столько времени, сколько нам понадобится для того, чтобы, во-первых, исправить все серьёзные ошибки, которые мешают людям играть, и, во-вторых, понять, действительно мы двигаемся в правильном направлении. Главная цель первых альфа-выходных — проверить работоспособность игры на разных компьютерах, протестировать соединение с сервером из разных городов и найти ошибки, связанные с сетевой игрой. Вторая цель — проверить ключевые механики игры, роли оперативников, стрельбу и применение спецспособностей, передвижение по карте и работу с укрытиями, развитие оперативника и улучшение его снаряжения. В первой альфа-версии «Калибра» у каждого игрока будет восемь оперативников. Одна полная коллекция и две неполных — по два бойца. Мы старались выбрать разные модели, как разные по внешнему виду, также разные по спецспособностям и вооружению. Для того, чтобы проверить, ну, как минимум, баланс, например, команд, существует ли какая-то зависимость, или действительно нам удалось создать такой игровой процесс, в котором всё зависит только от игрока и в меньшей степени зависит от оперативника. В первой альфа-версии игры будут отдельные карты для PvP и PvE-режимов. Система прогресса оперативника и улучшения снаряжения будет работать в ускоренном виде, чтобы за выходные игроки успели прокачаться. При этом важно помнить, что альфа-версия — это неготовая игра. Нам очень важно, чтобы участники альфа-тестирования понимали о том, что мы пока не готовы предоставить им финальный продукт. Очень многие вещи в игру просто пока не добавлены, потому что, как вы понимаете, чем из больших частей состоит в данный момент проект, тем на большее количество частей вам придётся расфокусировать своё внимание. Для того, чтобы как раз наоборот сконцентрировать обратную связь, мы сознательно не добавляли на уровне альфы многие вещи. Так, например, там большое количество тестовых анимаций, внешний вид локаций, внешний вид оружия, практически все звуки будут тестовыми. В альфа-версии не будет и оптимизации, поэтому для игры понадобится относительно мощный компьютер. Это тестирование как раз и поможет найти проблемные места. Альфа-тест — это этап, когда в игру ещё можно вносить большие изменения. И именно сейчас вклад игроков особенно важен. Мы, конечно, ожидаем от тех, кого пригласим в альфу, всё-таки работы. Я знаю, что для вас это должно быть развлечением, потому что мы делаем игры, но альфа-версия не про это. Альфа-версия про работу. Мы сами планируем работать очень много в этот период времени, но эффективность нашей работы зависит от того, насколько хорошую команду мы сумели набрать в альфу. В действительности на этот период времени вы становитесь буквально частью команды разработки. Несмотря на то, что находитесь вы дома, в комфортной для себя обстановке, с своим компьютером, считайте, что вы работаете в нашей команде и практически находитесь рядом с нами в офисе. Это будет самая большая распределённая команда разработчиков. От того, насколько эффективно мы с вами сможем взаимодействовать, насколько вы будете аккуратны, внимательны и точны в своих формулировках, настолько быстро и хорошо мы сможем исправлять ошибки. Подготовительный период закончился. Впереди непростой этап тестирований. И сейчас разработчикам нужна помощь игроков. У всех ещё сохраняется шанс попасть в альфу. Для этого просто не забывайте оставлять e-mail на сайте kaliber.ru. Я сам планирую играть. Мой позвонок — лофт. Увидимся в альфе. Продолжение следует...